ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Гуру социальных сетей добавил, к его мнению будут прислушиваться, несмотря на то, что после нескольких ходов, начавшихся еще с продажи партнерами Дурова, Мирилашвили и Ливиевым, почти половины компаний фонду, ассоциированному с Роснефтью, он постепенно лишался собственности в основном им же проекте. Биограф Дурова, главный редактор журнала «Хоббс энд Ферс» Николай Кононов считает, что это обращение было написано тонным человеком, у которого ноги в тазике с цементом, что совместными усилиями Алишер Усманов, пакетом которого еще недавно мог голосовать Дуров, и Игорь Сечин, стоящий за фондом ЮСИП, расправились с фрондером и либертарианцем во главе компании, аудитория которой не уступает Первому каналу. Искренен ли был Дуров в своем письме? Удастся ли ему запустить новый проект не хуже прежнего? Николай Кононов у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы, как и я, как и все, прочитали вчера вечером, поздно вечером, вот это письмо Дурова. И вы сразу сказали, что это письмо человеку, у которого ноги в тазике с цементом. Ну, я не сразу сказал, я немного подумал, но... А почему, почему пришли к этому выводу? Дуров же обычно пишет очень откровенно и показывает жесты разные, которые даже мы воспрести не можем. Дуров, ну, как бы он сетевой политик и пиарщик, поэтому он знает, когда какой жест показать и когда какую мину изобразить. Конечно, в этом письме он был... там есть часть вполне искренней, касающаяся того, что Дуров вполне искренне считает, что он не должен быть привязан к никакой собственности. Но, очевидно, это не касается проекта, который он сам создал. Дуров же прекрасно понимает, что не быть привязанным к собственности, значит не иметь возможность голосовать на совете директоров, значит не иметь влияния. Да, да. Никто номинального гендиректора, независимого уже фактически, да, держать не будет. Дело в том, что у него просто эти... это право, которое у него Усманов ему дал, да, голосовать пакетом МРУ-группы, оно, в общем, как бы с окончанием этой сделки, да, когда он продал, все, оно больше не существует. Он пока гендиректор, но он уже скоро передаст полномочия, все. Если говорить о том, что этому предшествовало, вот в последнюю неделю сын Олега Борисовича Добродеева, глава УГТРК, я, честно говоря, давно не следил за его судьбой, но я помню его очень 12-летним мальчиком, честно говоря, когда я работал на НТВ. Оказывается, что он крупный человек в структурах Усманова, меня это ужасно удивило, что он там главный по инвестициям. Бывший глава из Дальского дома коммерсант, который уже по очереди, господин Сергеев. Потом еще, еще кто-то из менеджера. Из Йоты, да, финдиректор новый. Йота. Йота тоже связана с Мегафоном, значит, соответственно, это тоже Усмановская. Совершенно верно. Усмановская партия. 12-процентного пакета Дурова, плюс того пакета Mail.ru, которым голосовал Дуров, не мог он воспрепятствовать назначению этих менеджеров, ведь это в компетенции совета директоров. Вот хочу я Добродеева, хочу я Сергеева, хочу я Третьякова, или я не помню эту фамилию. Да, смотрите, здесь история немножко другая. Или его держат чем-то таким, что он вынужден был в последнее время на любое решение, вот, Усмановская партия и Mail.ru группа соглашаться. Там немножко сложнее история. У Дурова есть глобальная амбиция, да, сделать приложение коммуникационное или сервис коммуникационный, который покорит весь мир. Собственно, первый шаг он сделал, это некоммерческий сервис Telegram, который написан на протоколе, который создал его бутылок. Анти-АНБ такое, чтобы АНБ не залезло. Это очень условно, потому что, на самом деле, конечно, как бы это долгий технологический разговор, но нету стопроцентно мессенджеров, которых нельзя читать. Но у него есть такие амбиции. При этом он понимал, что после того, как вошел в фонд ЮСП, он довольно быстро разобрался, кто за ним стоит. У него уже не было иллюзии о том, что он может, как Ходорковский, взять и пойти против власти. Он понимал, что чем это все может закончиться. Но при этом у него была армия пользователей, которую он к себе привлек, ради которых он сделал вот эту огромную историю с ВКонтакте, у которой 60 миллионов человек там ежедневно что-то делают. И он целый год потихонечку уходил. Вот и все. Этот процесс был выстроен как обмен гарантиями. Вот ему дали право голосовать пакетом «Эурогрупп», а он, видимо, я свечку не держал, дал какие-то гарантии, что продаст свою долю. Все. Ну, хорошо. Вот кем он остается? Таким бессребренником? Ну, потому что 300 миллионов, на самом деле, на этом рынке. Ну, я знаю, это все за слои. Не 300. 300-400 миллионов. У видомостей оценка, на мой взгляд, завышена. Причем довольно серьезно. Мне кажется, там идет речь меньше 3 миллиардов оценка общей компании. Но неважно. Так или иначе, да, вы правы. У него там не менее 200 миллионов долларов. Ну, вот недавно компания, которая разработала способ доставки, ну, у меня своя специальность, вирусом гена в клетку, и только этим и занималась. Там было 20 человек. Ее продали, стартап, за 4 миллиарда, да? Это не ВКонтакте. Да. Это помельче будет штучка. То есть, понятно, что либо занижалась оценка при помощи соответствующего подбора оценщиков теми же самыми фондами, для того, чтобы меньше платить дорого. Так или иначе, он выглядит неким бессребренником. Он выглядит неким... Мне приходит в голову Александр Флемин, который изобрел пенициллин, и который отказался от всех патентов. Слушайте, ну, мы можем секунду перебью. Просто если у него 200 миллионов, он не бессребренник. У него есть бабло на начало нового проекта. А этого хватит, учитывая цены на рынке. Вот сейчас, когда за стартап... А цены на рынке на что? Когда за стартап 3-4 миллиарда. У высокотехнологичного стартапа есть огромная издержка, и только одни. Это инфраструктурное. Нужно купить серверов и так далее. Нужно обслуживать огромный поток информации, который через себя проходит. Сам труд программиста, фонд оплаты труда, там, офис и так далее, это не так много. Это не в масштабах 200 миллионов долларов. Дурова в этом смысле. Все хорошо. А можно сказать, что есть армия Дурова, Майдан Дурова, который пойдет за ним в любую социальную сеть, как бы ее назвать? Потому что Телеграм это все-таки мессенджер. Это все-таки не тот ресурс, где можно музыкой обмениваться, там, файлами обмениваться. Файлами можно обмениваться. И видео можно обмениваться. И фотки можно постить. И фоточки. Постить нет, обмениваться можно. Обмениваться. Это именно мессенджер. Да. Но вот есть ли ощущение, что достаточно лояльно окажется от этих 60 миллионов, или ему заново придется наращивать аудиторию, причем по всему миру, то есть он должен быть многоязычным, этот сервер. Вы знаете, когда я писал книгу, хотя вы меня назвали биографом, но на самом деле, конечно, не биография, это история ВКонтакте. У меня была некая иллюзия, что достаточная доля аудитории ВКонтакте из этих 200 миллионов зарегистрированных, они понимают ценность того, что этого инструмента, который в дуру им бесплатно дал, потихонечку его наращивал. Но на самом деле, сейчас я понимаю, что нет, люди особенно этого не понимают. Про то, что вот есть, как бы, такой инструмент свобода, да, как предыдущее поколение, да, цитировали рок-музыкантов, да, там, Летова, Янку Дягилева, Башлачева и так далее, своих там, Наутилус, Помпириус. Это были рок-герои. Дуров такой рок-герой нового времени, но он дал не слова, а прямо инструмент для самовыражения, для объединения людей. И это на самом деле, как ни странно, такая банальная вещь, но ее очень мало кто понимает. И мне кажется, что если Дуров возьмет и устроит блок-аут во Вконтакте, тогда да, тогда все это будут мучения, а если нет, то нет. Вот философский, сравнивайте это, да, с историей, сейчас каждый человек 20-30 плюс лет может спокойно взять свой паспорт заграничный, с какими-то маленькими же сложностями получить его в ФМС и без всякой визы уехать в Таиланд, бросить все. В мои годы нужно было получать визу на выезд, это занимало до недели. Там нужны были подписи всяких комсомольских секретарей и так далее. Поэтому я понимаю, что такое значил закон, принятый Ельцином тогда, что это вот воздух свободы, я знаю, что бы за него заплатили даже тем кровавым расстрелом там Белого дома и так далее. Я это понимаю. Поколение, выросшие сейчас, условно говоря, мои дети, для них этот паспорт, ну как, тут само собой, разумеющийся. И это же и есть аудитория Вконтакте. Совершенно верно. Поэтому я и говорю, что трагедия Дурова в том, что он дал на самом деле мощнейший инструмент, гораздо более мощный, чем там паспорт, это возможность выехать. А Вконтакте... Это тоже возможность выехать. Это возможность... Выехать из своей хрущевки. ...самовыразиться, да, объединить абсолютно. Там история компании Вконтакте заключается в том, что они нанимают молодых, очень талантливых разработчиков из Новочеркасска. Там к ним вот я был у них недавно, какие-то ребята с Украины приехали. То есть они как бы, они сами, эта компания Вконтакте, она сама демонстрирует эту модель отношений. Когда есть где-то далеко талантливый человек, они сначала с ним начинают коммуницировать, а потом просто нанимают. Хорошо, а вот команда уйдет с Дуровым или их будут перетаскивать сейчас в ту самую оболочку, в тот самый бренд, где вот осталась синяя полосочка, смешная мордочка, за которой таится лицо Игоря Ивановича Сечина? Я думаю, что какие-то разработчики занялись вот этим некоммерческим проектом Телеграм. Ну когда-то там они уволились, там, ну какая-то, любая компания, да, в ней какие-то люди увольняются, какие-то нет. Нет, это нормально. Что касается тех, кто сейчас работает Вконтакте, мне кажется, ну, наверное, там часть останется. Но такого, чтобы все снялись и ушли за Дуровым, я думаю, этого не будет. Все-таки достаточно большая компания, там у людей какие-то свои амбиции, цели и так далее. Вы слышите, что давно же вот многие компании, которым что-то угрожало, они заранее перевозили людей в Англию, там и так далее, там подобные, там формировали некие параллельные центры. Я не могу назвать эту компанию, потому что внутренний источник, что будет швах, будет швах, будет покупка, покупка будет носительная, будет фактически рейдерский захват. Поэтому кто хочет, уезжает в Англию и там устроится на новом месте, как бы правительство в изгнании, да? Может быть такое Вконтакте в изгнании? Ну, я думаю, что не Вконтакте, а Телеграм, просто где-то сделайте базу и все. А Вконтакте там в основном кто-то явно останется, не может быть такого, чтобы все снялись и ушли за Дуровым. Но, я бы скажу другую вещь интересную, я слышу слухи уже давно, по рынку они ходят, что хедхантеры собеседуют разных людей поработать Вконтакте и на менеджерских позициях, и на программистских. То есть, как бы эта история уже, в общем, осознана акционерами другими, да? Ну, ЮСП и Мэйл. Я не знаю, кто именно наняли хедхантеров, но, очевидно, они поняли, что как бы будет такой слон, да, когда друг уйдет, и с ним тоже кто-то уйдет. И поэтому они уже вот такие шаги начали предпринимать. Можно, сможет ли найти новая компания, новая уже, можно сказать, Вконтакте, еще источники капитализации какие-то, еще какие-то придутки, монетизации доходов и так далее? Вы знаете, Иван Таврин, который теперь стал акционером Вконтакте, он очень умелый медиа-менеджер, и телевидение он прекрасно развивал, замечательно, ну, в плане бизнеса, да? Мы сейчас не говорим про контентную составляющую. Так что я думаю, что отмонетизирует по полной программе в социальной сети Вконтакте. Ну, а вот, что касается культуры, если вот будут писать книжки, Леонид Геннадьевич Парфенов через 10 лет напишет об этих днях. Эти дни войдут в историю 2014 года? Будут ли они достойны того, чтобы быть вписаны в историю, как утрата Павлом Дуровым контроля над социальной сетью, крупнейшей социальной сетью России? Ну, фактически сделка завершилась сейчас, значит, войдет, конечно. Но сейчас, как бы, в Дурову еще нужно, как бы, уйти, да, то есть передать дела и так далее. Ведь, как бы, сейчас пока ситуация еще подвешена, ведь у ЕСП остались какие-то там претензии, да, которые они к нему все предъявляли, там, аудит там проводили. Но они не финансовые, они такие скорее были брюзжане. Ну, они финансовые такие, сякие, ну, там, это же все в пресс, в общем, вливалось, поэтому, как бы, не исключено, что от Павла Дурова мы еще услышим какие-то подробности его ухода. Николай, а вот, что касается самого Дурова, с которым вы хорошо, естественно, знакомы, вот есть люди одного проекта, а есть люди, которые могут бесконечное количество идей производить, вот, поместив его в пустую комнату, он там придумает, не знаю, что-нибудь гениальное. Вот он к какому типу людей относится? Я думаю, что он относится к категории людей, которые по-английски tweakers называются, да, которые улучшают уже какую-то классную идею. Потому что фейсбучная первая идея была старой, древнего фейсбука, да, это стал ВКонтакте. Да, но важнее не это, а то, что у Дурова есть гениальный старший брат-программист, который, собственно, писал уникальный протокол, который работает на Телеграме, да, и он, как бы, продолжает работать. У него совершенно гениальные мозги, гениальная команда, просто он всегда находится в тени Дурова-младшего, да, который фронтмен, и который маркетолог, и который продуктолог, а он, вот, как бы, там, где-то в тени, но об этом не надо забывать. Вот с кем было бы интересно пообщаться. Ну, вот, сегодня, когда читали вашу статью, у вас каждый абзац начинался с определенной буквы, и Путин убрал Дурова. У вас каждый абзац. Ну, рука проведения не дремлет, или, можно сказать, невидимая рука рынка водила мной. А ну, вы всерьез думаете, что это был целенаправленный проект властей по уничтожению, ну, скажем так, уменьшение роли ВКонтакте? Смотрите, когда, почти год назад, мы об этом сказали, нас считали за сумасшедших, нас Хобсон Фирс, и меня лично. Потом все остальные начали про это писать, и в конце концов, Форбс написал статью про Игоря Ивановича Сечина, где было написано, что их источники подтвердили ровно то же самое. Вот и все. Ну, Алишер Бурханович Усманов, он, как всегда, между Сциллой и Харибдой дрейфует, и поэтому... Ну, ключевую роль там, видимо, будет выполнять фонд ЮСП. Ну, это совершенно неважно. Фонд ЮСП враждебен к Дурову. Ну, как бы, не то, что враждебен, вел себя не очень так, а Усманов вел дружелюбно. Но, по сути, они выразители воли одного и того же человека, который стоит во главе страны. Вот и все. Спасибо большое, Николай Кононов, главный редактор интернет-издания «Хобсон Фирс», автор книги «Код Дурова» о будущем ВКонтакте после Дурова и о будущем Дурова.